Привет, с вами Валентин и это спросивился.com iPhone 5 Special, где я отвечу на несколько популярных вопросов касаемо iPhone 5 и также прокомментирую пару бадхёртов на YouTube. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Давайте я на него отвечу, потому что я уже плохо сплю, плохо ем, вообще плохо существую и больше к этой теме мы возвращаться не будем. На сайте store.apple.com телефон стоит 200 долларов, потому что это цена с контрактом. Это ключевое отличие вообще модели продаж телефонов, например, там и у нас здесь. Если кто-то к вам подойдет и скажет, а на сайте США можно купить iPhone за 200 долларов, у нас сразу ему вторец, потому что нельзя купить телефон за 200 долларов. Что такое цена с контрактом? Вы заключаете его на 2 года, платите 200 долларов как первоначальный взнос, вообще относитесь к контракту как к кредиту. И в дальнейшем вы оплачиваете стоимость телефона совместно с использованием услуг оператора. Это очень удобно, весь прогрессивный мир живет именно по такой технологии. И только в России вы платите отдельно за телефон баснословной деньги, отдельно за услуги связи баснословной деньги. Если вы едете из Москвы в Петербург, вы оплачиваете роуминг. Если вы не хотите платить за роуминг, вы платите отдельно за услугу везде как дома. В общем, полный швах. И, конечно же, это не вариант, но что делать у нас такая модель развития. И второй вопрос, который мне часто задают, а можно ли купить там на store.apple.com и заказать сюда в Россию? Заказать нельзя, более того, даже находясь там, скорее всего, на российский паспорт вам это не продадут. Если у вас есть идея, что вы купите там телефон за 200 долларов, выкинете контракт, выкинете симку, приедете сюда, онлокните это все, и у вас будет шоколад, то, скорее всего, так не получится. Вас найдут и накажут хотя бы тем, что вы больше никогда не получите визу в США. Следующий вопрос будоражит умы не меньше, чем стоимость устройства. Это когда же iPhone 5 появится здесь, по крайней мере, за доступные деньги? Итак, 14 сентября начались предзаказы на iPhone 5, но, к сожалению, они очень быстро закончились. Сейчас, если вы закажете устройство, вам его доставят в лучшем случае в конце октября. Сами продажи начнутся 21 сентября на основных рынках, это Америка, Европа, Китай, но, к сожалению, конечно же, России там нет. Более того, 28 сентября подключится еще несколько стран, но России там тоже нет. Если вы зайдете на сайт apple.com.ru, это русский сайт Apple, если кто не понял, там есть баннер, который говорит о том, что скоро начнутся продажи iPhone 5. Вот что такое скоро, я не скажу, не скажет вообще никто, потому что информации никакой нет. Наши операторы не готовы, потому что не завезли еще наносим карточки. Наши операторы не знают ни стоимость, ни количество поставляемых телефонов в первой партии, потому что вы должны понимать, если их привезут 15 тысяч штук, это капля в море, даже вообще плевок практически в нашу сторону, поэтому нельзя сказать, что это полноценный запуск iPhone в России. Но, как всегда, есть возможность купить их на сером рынке. Вот здесь будьте осторожнее, потому что цена будет падать каждый день буквально по часам. Если вы будете покупать его 21 сентября, это будет 100 тысяч и выше, 22 сентября это уже будет 50 тысяч рублей, что-то в этом роде. Но находятся покупатели, само собой, на 100, потому что мажорами Россия полна. Более того, iPhone это хороший бизнес-подарок, но, в общем, не будем этих людей судить. А что касается покупки для себя любимого за обменяемые деньги. Во-первых, есть вариант подождать. Второй вариант поехать в Европу и купить iPhone там. Причем на первых днях вы можете поехать в Париж, жить там два дня в трехзвездочном отеле, купить там iPhone, приехать в Москву, это будет дешевле, чем пойти здесь и купить где-нибудь на горбушке. Поэтому очень будьте внимательны в этом ключе. И второй момент это то, что вы можете заказать iPhone, конечно же, на eBay, на какой-то другой площадке, либо через друзей. Но тогда, если у вас нет опыта покупки через онлайн-магазины, я советую на iPhone 5 не экспериментировать, потому что наши таможенники тоже очень любят новые iPhone, и кормить их, наверное, не стоит. Дизайн. Практически все кричат о том, что в iPhone 5 старый дизайн, ничего не изменилось, ничего не сделали, караул вообще как быть? Вы должны понимать, только что мы выяснили, что в Америке двугодичные контракты. Соответственно, целевая аудитория iPhone 5 люди с iPhone 4, и для них это будет качественный скачок. И по дизайну, и по функциям, потому что у них, например, нету даже Siri. И если говорить об iPhone с точки зрения его внешнего вида, вы должны понимать, что это некий уже устоявшийся формат. И Apple ходит по тонкой грани, когда нужно угодить и новым пользователям, и не обидеть старых. Более того, люди, которые сейчас кричат, что iPhone не изменился, в случае, если бы он изменился, еще больше бы кричали о том, что «А, верните iPhone, это не iPhone, вообще что сделали с дизайном?» Поэтому это действительно сложно, и то, как поступательно действует Apple, наверное, единственно правильный способ. О технологиях, используемых в iPhone 5, вы можете увидеть огромное количество постов от всевозможных троллей, которые пишут «Apple уже не торт», «При Стиви Джобс и такого не было», «Самсунг Galaxy S3 лучше» Не лучше, потому что у Самсунга совсем другая идеология развития устройств. Apple — это симбиоз софта и железа, и именно в этом сочленении появляется синергия. iPhone — это часть экосистемы Apple, которую они очень скрупулезно строили, долго, нудно, и действительно сейчас это работает, и люди вроде меня понимают. Я не говорю, что я вообще в этом плане секу, просто кто окунулся в эту атмосферу, тот уже понимает, у нас тут своя атмосфера, само собой. Так вот, Galaxy S3 и Samsung, их стратегия, она отличается. Когда они строили Galaxy S3, они накидали в чан всевозможных ингредиентов, типа NFC, еще что-то, еще что-то, замешали, и получилась вот такая сборная солянка. Съедобно, несъедобно, без разницы, у нас вот такой список ингредиентов, и все счастливы. Но такая стратегия губительна по одной простой причине. Невозможно до бесконечности развивать и расширять, и увеличивать экран. Ну, невозможно, потому что сейчас он уже просто больше, чем нужен. А что будет в S4? И тот, кто кричит, что iPhone 5 — это провал, что все плохо, я жду вас на этом самом месте через 4-5 месяцев, когда Galaxy S4 будет представлен миру, и вы узнаете, что такое настоящий провал. Если вы давно следите за мобильной отраслью, вы могли заметить, что железо отходит на второй план. Сегодня все презентации основаны вокруг софта, возможностей, решений, которые может подарить это устройство. Взять презентацию Lumia, взять презентацию Galaxy, взять презентацию чего угодно, и, конечно же, iPhone 5. Сегодня никому не интересно, сколько там гигабайт, гигагерц, все это вообще мусорная информация. Интересно, как устройство работает, как в нем все красиво сделано. И, конечно же, iOS 6 в этом плане на коне. Понятно, что Android где-то там приходит, рядышком, но что говорить, если Galaxy S3 флагман-перефлагман до сих пор не получил JLB. Но это просто полный вообще трындец. Более того, многие знают такую программу Geekbench, которая используется для синтетических тестов производительности устройств. Так вот, чип A6, который двухъядерный, работает на одном гигагерце, но при этом это достаточно серьезно переработанный чип от Apple, обгоняет тот самый четырехъядерный процессор от Galaxy S3. И вот вам, пожалуйста, еще одна демонстрация того, как софт плюс железо, собранное на одной платформе, всегда будет лучше, чем железо, разработанное отдельно, софт отдельно, и Apple в этом плане тоже всегда будет впереди планеты всей, не потому что они такие классные, а потому что они держат эту платформу, и потому что они разрабатывают софт с прицелом на свое же железо. Примерно такого же уровня производительности сейчас может добиться только Nokia в содружестве с Microsoft, потому что у них тесное сотрудничество. Но я не думаю, что они даже приблизятся в течение пары лет к такому показателю, который сейчас достигает Apple. Весь твой iPhone собирается на заводах Samsung, из комплектующих Samsung, и вообще корейцы молодцы. Корейцы молодцы, без вопросов, но вы путаете совершенно две разные вещи. Собирается iPhone на заводах Foxconn в Китае, в Бразилии и так далее, а состоит в том числе из комплектующих Samsung и кучи других фирм. Более того, Samsung поставляет оперативную память, процессоры, экраны. Не так много на самом деле, более того, он не обладает технологией производства этих экранов, поэтому он не может взять ретинный экран нового iPad и поставить на свой планшет, у них это не получится. Сейчас Apple ведет политику децентрализации поставщиков, когда, чтобы все не было завязано на Samsung, других людей привлекают, и это здорово, это конкуренция, и им это выгодно, а Samsung не очень. Поэтому я уверен, что он большей радостью сольет вообще все Galaxy направление, лишь бы остаться с Apple в дружеских отношениях и поставлять им, поставлять много разных интересных процессоров. Минутка горечи на Wilsacom. К сожалению, LTE-сети, которые заявлены в iPhone 5, у нас работать не будут. Кто-то на презентации разглядел логотип Tele2, но это не русский оператор, как многие думают, и к России он в данном случае не имеет никакого отношения. Наши операторы, как всегда, идут своей дорогой, Apple идет своей дорогой, проигрываем только мы, потребители, потому что мы остаемся без 4G. Кто кому пойдет навстречу, вопрос открытый, но в ближайшем времени ожидать iPhone 5 с поддержкой LTE в России не стоит. Apple уже не торт, тимкук козел, и вообще все плохо, говорят люди с выходом iPhone 4s, нового iPad и так далее, при этом сотнями бегут их покупать в магазин. Нужно понимать одну простую вещь. У Apple и Samsung совершенно разный подход к внедрению технологий, давайте посмотрим, какой из них правильный. Apple внедряет FaceTime, и видеозвонки становятся стандартом. Apple внедряет Siri, и все начинают копировать S-Voice, Google Search и так далее. Назовите мне хоть одну технологию, которую внедрил и разработал Samsung, которая стала систем-селлером и стандартом в отрасли. Нет такой, ну если не говорить об AMOLED-экранах и прочих вещах. Но на самом деле, сегодня можно говорить о том, что iPhone это действительно сочленение железа и софта, и весь его потенциал, все, что он умеет, это в том числе софт, и это передовая iOS 6, которая все еще на коне. При этом я не говорю, что iPhone 5 идеален, у него много недостатков, со всеми мы будем разбираться. Я, например, до конца не понимаю, зачем ему Lightning Connector, зачем так вот отрубали прям 30-пиновый старый док-коннектор. Посмотрим, зачем это сделано, возможно, мы это поймем в процессе эксплуатации и так далее. Но, тем не менее, iPhone 5 вышел таким, каким есть, очень интересный. Однозначно, это бест-смартфон на сегодняшнее время, я думаю, что до ближайшего обновления iPhone точно. А с вами был Vilsacom, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Twitter, ставьте лайк этому видео, а главное, что вступайте в дискуссию, потому что, само собой, тема провокационная, сейчас посыпется куча комментариев, да ты вообще козел, ты ничего не понимаешь, ты вообще дебил, да-да-да-да. Нет, ребят, давайте ввести конструктивную критику и диалог в том числе. Пишите, почему вы считаете, что Samsung лучше, пишите, почему вы считаете, что Nokia Lumia 920 лучше. Будет интересно послушать, и я готов отвечать многим, потому что конструктивная критика, конструктивный диалог – это интересно. А диалог вроде Samsung лучше, а iPhone козлы не катят. Пока!